Аварийный или все-таки нет? Судьбу Кировского трамплина сегодня обсуждали в администрации города. Снести нельзя, а жить невозможно. Исторический жилой дом на Спасской-21 рушится. А вот в это дерево старое, даже саморез не вкрутить. Что такое кибербезопасность и как не стать жертвой интернет-мошенников? В Кирове завершился масштабный проект «Мой мобильный наставник». Снести нельзя, восстановить. Где в этом предложении поставить запятую, сегодня обсуждали в администрации города. Там прошло первое совещание о судьбе Большого трамплина. Версий, что делать с сооружением, несколько. Компромисс пока не найден. Елена Шарыгина выслушала все стороны. Консервация, демонтаж или восстановление. Все это возможные варианты того, что может быть с трамплином. В администрации впервые встретились спортсмены, чиновники и общественники, чтобы обсудить, какая судьба ждет Большой Кировский трамплин. За консервацию выступают прежде всего альпинисты, потому что на Большом трамплине расположен скалодром. Если его снесут, скалолазам негде будет заниматься. По заданию и при финансировании городского бюджета Ведруя разработал проект консервации трамплина пятого, который стоит 6 миллионов 380 тысяч рублей. В проект консервации входит первое. Это броварка стальных швов. Сейчас Федерация организма скалозами уже занимается. Второе – демонтаж деревянного настила и строительство кровли над скалодромом. При этом, исходя из заключения специальной организации, сейчас конструкция находится в аварийном состоянии, и ее использование опасно. Однако, как выяснилось, это не совсем так. По горе разговора требуется, просто выполнен настил из кровлиста, долговечный будет настил. Значит, на горе приземления, ту снишую деревянную часть, где тоже сделают металлоконструкции. И данный таблиник можно, ну и дальше, вот настил, можно всего успешно строить. Услышав от тех же специалистов, что выдали заключение об аварийности трамплина противоположную позицию, Илья Шульгин удивился и попросил объяснить, почему на словах конструкция пригодна для использования, а на бумаге непригодна. Мы почему поставили, как бы, или указали степенье состояние, техническое состояние трамплина аварийное, потому что сварные швы во многих местах, ну в каких местах у нас их показано, все, клопнули, их надо восстанавливать. А это, соответственно, несущая конструкция, и это надо устранять. Не напиши аварийное, значит, ничего не будет сделано. Если трамплин действительно в аварийном состоянии и может рухнуть, его нужно снести. Если верить смете, на это потребуется больше 10 миллионов рублей. Но в таком случае город останется и без скалодрома. Его строительство стоит 38 миллионов рублей. На эти деньги можно восстановить весь трамплин, в том числе и так называемую сосульку, подсчитали специалисты. Поэтому, скорее всего, трамплин сносить не будут, пообещали власти. Скажем так, с тем количеством спортсменов, которые проходят подготовку по виду спорта прыжки с трамплина, нет оснований, аргументов вливать такие средства в ремонт, в демонтаж и строительство нового трамплина. Сегодня вид спорта традиционный для нас, и мы должны думать о том, как его развивать. Прежде всего, нужно вернуть то количество спортсменов, которые никогда занимались этим видом спорта. По мнению министра, для этого нужно восстановить уже имеющиеся два трамплина – К-20 и К-40. Стоимость работ – 5,2 миллиона, соответственно. А чтобы спортсмены могли тренироваться на трамплинах большего размера, нужно выделять деньги на поездки в другие города, предложила Анна Альминова. В итоге Илья Шульгин поручил создать рабочую группу по вопросу судьбы Большого Кировского трамплина и провести следующую встречу в том же составе до конца марта. Елена Шарыгина, Алексей Зырянов, Бюро новостей, Давича. Что сделать, чтобы дом не рухнул? Такую задачу сейчас пытаются решить жильцы на Спасской-21. Это здание, которое носит исторический статус, сейчас не просто в плачевном состоянии. Находиться в нем уже опасно для жизни. Почему дом до сих пор не отремонтирован, у жильцов узнала Ирина Сырцева. Дом на Спасской-21 – здание историческое. Оно даже входит в программу одной из экскурсий проекта «Пешком повятки». Построено было примерно в конце 19 века, как доходный дом и предназначено для торговых помещений. Только в 13-м году прошлого века помещения в доме были обустроены под жилые, так называемые комнаты, что-то вроде современных хостелов. Это вот такой экономный вариант для более бюджетного, скажем так, проживания. Поэтому там довольно-таки много каких-то вот таких революционных элементов останавливались. Но самый известный человек – это Воронский, который там был. Вот каждый день я сюда хожу, подымаюсь, а тут стена рушится. И, в принципе, стена – это вот на которой крыша держится. То есть в случае пролома стены это явно может балка все перекрыть полностью. Разрушается стена уже несколько лет из-за дыр в крыше. Вода размывает стройматериалы, заполняет пространство, а зимой, превращаясь в лед, смещает кирпичи. Явно видно это стало в начале прошлого года, когда выпала рама окна в ванной комнате. Тогда же с верхнего этажа вода ручьями хлынула вниз, и соседи решили – медлить нельзя, пора требовать принять меры. Обращался в электронном виде. Ответ, конечно, как по закону, в управляющую компанию, ну, сайты уже, ответ в течение двух недель дали. Чтобы отремонтирована крыша, вот насчет стены, и сделана кирпичная кладка. Это еще 20 марта 2018 года ответ был. Ну, с тех пор так и все, тишина. После первого обращения последовало еще несколько. И только тогда представители управляющей компании собрали соседей вместе, чтобы принять решение. Ремонт будет проводиться за счет средств фонда капитального ремонта не в 26-м году, как планировалось и в 18-м. Но работы, к удивлению, соседей проведены не были. Позже в фонде сообщили, по их планам ремонт крыши будет проводиться только в 20-м году, а стены в 21-м. Только в том, достоит ли здание до этого времени, люди сомневаются. Гнилое бревно, скорее всего, там, где подтекает крыша. А вот, плесень, как ли, гнилое. Вот где мачта стоит, вот в этом месте. Ну, вот это все, она же... А вот в это дерево старое даже саморез не вкрутить. Чтобы дом не рухнул, поддерживают его жильцы как могут. Стены косметическим ремонтом, а сети в рабочем состоянии постоянно открыты водой. Трубы по подъезду идут, а в подъезде холодно, и воду перехватывают. То есть, если они не закроют, то труба просто перемерзнет. Но самое интересное, в случае с несчастьем и рухнет стена, на жильцов этого дома еще по закону ляжет и административная ответственность за то, что не смогли уберечь здание, которое является предметом охраны исторического поселения. И сегодня от жильцов поступила еще одна заявка уже в правительство области, а точнее в управление государственной охраной объектов культурного наследия. И, соответственно, управление может организовать встречу с фондом капремонта и рассмотреть возможность проведения работ за счет фонда. Кроме того, пообещал представитель правительства и по возможности ускорить проведение ремонтных работ. Ирина Сырцева, Александр Нестеров, Денис Тружков. Бюро новостей Давича. Дом героя нашего следующего сюжета никакой исторической ценности не представляет. Более того, он малоинтересен даже управляющей компанией. Два года назад в одной из квартир произошло ЧП из-за ненадлежащего содержания дома. В итоге жить в квартире стало невыносимо, а компенсировать людям убытки коммунальщики просто отказываются. Наша съемочная группа на месте узнала, что опять произошло в скандально известном доме на Октябрьском проспекте, 22. Отходят обои, на стенах плесень, натяжной потолок порван, с пола сходит краска. Так сейчас выглядит эта комната на пятом этаже жилого дома на Октябрьском проспекте, 22. И в таком состоянии, непригодном для жизни, она уже около двух лет, с момента, когда произошла авария. В феврале 2017 года обвалилась крыша под тяжестью снега, сломала балку и затопила эту комнату водой, а также соседнюю снизу. Там подтекало, видимо, шифер потихонечку, на балки, балки сгнили, и под тяжестью снега, который не убирали, рухнуло в районе. Тут слуховое окно как раз над квартирой находится. А ремонт тут был свежий, вспоминает хозяин квартиры Юрий Узлов. Эту комнату для всей семьи они приобрели еще в 2013. Два года создавали комфортные условия, вставляли новые окна, штукатурили, клеили обои. А после случившегося требовали возместить ущерб. Обращались в госжилинспекцию, прокуратуру и неоднократно в управляющую компанию. Вятка, уют, как-то себя очень некрасиво вели. Мы вызывали сюда, когда приезжал независимый эксперт по оценке, они не явились. Ну и на все наши просьбы отремонтировать крышу, говорили, что нет, это не наше, мы от вас отказываемся. Ущерб от случившегося эксперты оценили на сумму порядка 80 тысяч рублей, рассказывает Юрий. Деньги обязал выплатить суд управляющей компании, но за два года от нее никаких действий, ни денег, ни ремонта крыши. К слову, и снег с нее, по всей видимости, рабочие давно не убирали. Сейчас жители надеются, что новых аварий и потопов на Октябрьском 22 не случится. Между тем, пояснить ситуацию в управляющей компании нам так и не смогли. Потолок и стены в трещинах, горячей воды и отопления нет. Дом по адресу Пушкари-7 признали аварийным 20 лет назад. Но люди до сих пор не расстелены. В каких условиях они живут, увидела Евгения Бакина. Под маленькой струйкой Валентина Зязева набирает холодную воду. На том, чтобы наполнить графину, хозяйке уходит немало времени. А в седьмой квартире кран вообще как аксессуар. Вместо воды он издает лишь странные звуки. Набирают холодную воду Наталья у соседей. На первом этаже она еще есть, а на втором уже нет. Поэтому для хозяйки вода, что называется, навес золота. Ею заполнены все тазы, контейнеры и ведра. Мыться в квартире нельзя, слишком холодно. Поэтому на выходных семья Дурсини выходит в общественную баню. В свой туалет тоже не зайти. Дети просто замерзают. Вот у нас туалет. Посмотрите, пар идет изо рта. И вот, и бывает, что у нас тут прямо льдом покрывается. Вот это все. Вместе с Натальей живут три внучки. Для девочек бабушка купила туалет-ведро. Ведь в таких условиях переживает женщина. Заболеть не хитрое дело. А чтобы холодный ветер не сквозил, женщина сама обшила дверь. Валенок отрезала и здесь прибила, чтобы тепло было. По всем стенам и потолкам в квартире трещины. Маленькие, большие и даже сквозные. Из-за некоторых стены промерзают даже изнутри. Смотрите, промерзает. Вообще снег. Вот. Вот, пожалуйста. Батареи и обыгревателей в квартире нет. Спасается большая семья с помощью печи. Да и та скоро развалится, переживают люди. Дом по адресу Пушкарей-7 признали аварийным еще 20 лет назад. Но за это время расселили лишь две семьи. Остальные все еще ждут своей очереди. Наталья дождалась. Только квартиру ей предложили меньше, чем полагается. Женщина обратилась в суд. Значит, написано четко не меньше 29,5. Это то, что мы занимаем в этой квартире. Это ущемляет наши права. Права моего сына с его женой и ребенком и мои права. Расселят ли людей в этом году? Вопрос открытый. Но смущают такие условия разве что двух серых котов. Евгения Бакина, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича. Сейчас небольшая пауза и вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. Что такое кибербезопасность и как не стать жертвой интернет-мошенников? В Кирове завершился масштабный проект «Мой мобильный наставник». Кто стал самым быстрым? Киров присоединился ко всероссийским соревнованиям по конькобежному спорту. Танцевали, путешествовали, катались на горках. Кировчане рассказали, как провели выходные. Это Давича и мы продолжаем. В Кирове подвели итоги благотворительного проекта «Мой мобильный наставник». По мнению организаторов, он стал одним из самых крупных проектов подобного рода на территории страны. Напомню, в течение 10 месяцев воспитанникам детских домов и школ интернатов рассказывали, как с помощью мобильных устройств и информационных технологий войти во взрослую жизнь. Кибербезопасность, операции с банковскими картами, обо всем этом ребятам зачастую не могут рассказать их педагоги. Для того и создавался проект. Подробнее о нем Дмитрий Житарчук. Пришло время подвести итоги проекта «Мой мобильный наставник». Эти ребята и многочисленные их помощники жили на протяжении 10 месяцев. Подобного на территории Кировской области еще не было, хотя курс мобильной грамотности для детей-сирот и стал продолжением обширного проекта «Право на творчество». Его реализуют в области с 2013 года, но для всех его участников благотворительный проект стал особенным, в том числе и в масштабах страны. У нас действительно на сегодняшний момент мы должны сказать самый большой, крутой и масштабный проект в стране в этом направлении. Поэтому мы все большие молодцы. Давайте друг другу похлопаем еще раз. Если говорить о сути проекта, в течение 10 месяцев воспитанников школ-интернатов в возрасте от 11 лет и старше готовили к взрослой жизни. Жить самостоятельно значит пользоваться банковскими картами, различными приложениями в целях оплаты услуг и так далее. А вот как это делать грамотно, знает не каждый педагог. Поэтому и решили организаторы, а это правительство области, уполномоченный по правам ребенка и оператор связи, помочь ребятам во всем этом разобраться. Причем в нескучной игровой интерактивной форме. Мы охватили все интернаты в Кировской области, 11 школ-интернатов, а у нас более 500 ребят приняли участие, именно 554 человека. Но и те знания, которые мы дали ребятам, безусловно, им пригодятся в дальнейшем. Их не дают в базовой школе, но они нужны в современном интернет-мире. Позади десятки встреч и мастер-классов. Ребята обучали мобильному этикету и кибербезопасности. Объясняли, как не стать жертвой интернет-мошенников. Рассказывали об историях успешных людей, которые используют в своей профессиональной деятельности современные технологии. А также о том, как пользоваться услугами многофункциональных центров. Под нашим управлением развернута сеть МФЦ. Ребята узнали, что такое МФЦ, для чего оно нужно, почему МФЦ так важно, поскольку это единая точка входа любого гражданина для взаимодействия с государством. И это правильно, и это важно, это нужно, и я думаю, что ребятам это будет очень полезно. Развивать цифровое мышление в рамках проекта ребятам помогал и телеканал «Девятка ТВ». В рамках этого проекта дети учатся быть самостоятельными с экономической точки зрения. Наш телеканал активно поддерживает этот проект. Мы являемся информационными партнерами проекта, проводили освещение всех этапов проекта. 27 участников проекта в финале прошли тест по итогам обучения. Победители получили смартфоны, а также возможность пройти обучение в Кировском гмонториуме. Дмитрий Житрачук, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. Киров присоединился ко всероссийским массовым соревнованиям «Лед надежды нашей». Этот конькобежный турнир традиционно собирает тысячи любителей бега на коньках по всей стране. Местные старты прошли на стадионе «Динамо». Эти соревнования в Кировской области проводятся с 2012 года. Они чем-то схожи с лыжней России. То есть заявиться на них могут все желающие. Традиционно на старт выходят сначала самые юные кировчане, а после в зависимости от возрастной категории. То есть вначале бегут школьники младших классов, затем старшеклассники и после кировчане 1990 года рождения. Дистанция 100 метров. По словам организаторов, участие в этих соревнованиях приняли все воспитанники спортивной школы «Динамо», а также тренеры и родители. Главное здесь не победа, хотя без памятных подарков никто не остался. Поддержать участников приехали и уже состоявшиеся спортсмены. Привлечь в спорт ребят, ну и плюс участвуют наши ученики. Для них это стимул все российские соревнования. Участники, даже самые малыши уже все российские соревнования участвуют. Один участник, наш ученик, выпускник нашей школы спортивной, Антон Батюгов, он сейчас в Нижнем Новгороде живет. Он приехал специально, чтобы участвовать в этих соревнованиях. Скоро страну ждет большое спортивное событие. Красноярск в этом году принимает зимнюю универсиаду. Стартует она 1 марта. В город съедутся спортсмены, студенты со всего мира. Будут там и кировчане. Как стало известно, тренеры по сноуборду Морозов Николай, Койкова Полина, Сайфуранова Евгения будут работать на универсиаде волонтерами и займутся там подготовкой трасс. Опыт такой у них есть. Студенты работают в школе зимних видов спорта при горнолыжном комплексе на Кикиморской горе. К объекту, кстати, у городских властей сегодня много вопросов. В администрации считают, что из-за комплекса пострадал Ежовский озерно-родниковый комплекс. Спорным остается и один из участков земли. Эти и другие вопросы обсудим с владельцем комплекса у нас в студии Андрей Морозов. Добрый вечер, Андрей. Здравствуйте, Катя. Я хочу немножко добавить, что у нас не только три участника, а четыре. Вы еще забыли назвать Анастасию Чернядеву, которая является студенткой Медакадемии и она тоже волонтер универсиады 2019 в Красноярске. Хорошо. Это будущий врач. Наш сотрудник, прекрасный инструктор. Хорошо. На четыре человека поедут. Четыре. Они будут на разных стадионах работать. Один стадион это сноуборд, а второй стадион это горная лыжа. Красноярске Лендиеву будет работать на горных лыжах. Переходим к самому комплексу. Скажите, вы сейчас судитесь с администрацией города. В чем у вас разногласия возникли? Вы знаете, я специально держу соглашение в руках. Соглашение между губернатором Белых и мэром города и управляющей компанией. Тот, кто начинал строить вот этот кластер, куда и входил горожный комплекс. И когда нас губернатор открывал, не было к нам никаких вопросов и мы успешно развивались порядка десяти лет. Но это было тогда. Что сейчас произошло? Почему так получилось? Сейчас сменилась власть. Так, и что? И сейчас другая политическая воля. Мы стали немножко неугодны, либо мы не разобрались в наших отношениях. Но в этой ситуации, я считаю, здесь больше всего это политика, а не экономика. Потому что с точки зрения экономики мы в 2017-2017 году получили три гранта. Один грант мы получили по энергосбережению, 600 тысяч нам дали беспроцентный кредит для того, чтобы поменяли все освещение на крышном комплексе. Давайте сейчас вернемся к тому, к вашим разногласиям. То есть власти города ссылаются на заключение экологов, что на территории комплекса выявлена свалка отходов производства. Вы с этим не согласны? Мы частично с этим согласны. Я не сказал бы, что это вот так вот громко, что отходы производства. Вы знаете, что на улице Уриска отсутствует ливневка. И как правило, об этом же пишут экологи, только правильные экологи, которые являются заслуженными экологами, такими, как, например, Бурков Николай Аркадьевич, и Тамара Шихмина, Тамара Яковлевна. Они все были на комплексе, они приезжали вместе с общественной палатой, и они проходили весь комплекс. И проходили вместе с нами, с собственником, и говорили свои замечания. И прежде всего, в этих замечаниях было замечание к городу, что там нет ливневой канализации. А если нет ливневой канализации, то все отходы, все пакеты салфановыми, все бутылки, они просто потекают нам на гору. То есть, вы считаете, что эта администрация города должна была следить за этим? Ну, я считаю, что мы должны вместе делать общее дело, и должно быть государственное частное партнерство, и мы должны быть партнерами в отношении спорта и социальных объектов, а ни в коем случае не стоять на две стороны парикады, не должно быть две стороны медали. Поэтому наше предложение и наш призыв к администрации все-таки войти в соглашение, и в этом соглашении определить, кто делает. И мы готовы инвестировать в этот проект. Я специально выложил достаточно много новых проектов, где уже проработаны вопросы инвестиций и достаточно на большие суммы. Но это не один год, не два. Это 25-50 лет, чтобы мы могли благоустроить эту территорию, сделать правильно каптажи, которые не сделаны на левом склоне. Значит, так как на правом склоне там все в порядке. И у нас там давно уже лосинецовские пруды, у нас там водится форель. А родники? Вот говорят еще, на родниках мусор. Да нет, там никакого мусора. Вот вы поймите, что, во-первых, это ежовка, где, как правило, в половоде она разливается. Потому что, в частности, вот эта лужа, как они называют его, природоохраняемый заповедник, ее никогда не было. Наше поколение там живет уже более 100 лет. И моя бабушка работала... Это заключение экологов. То есть вы считаете, что это... Вы знаете, это вообще так, экологи, они пришли по команде. Мы же все прекрасно знаем, что проверка пришла в мае месяце, после того, как там побывало областное и городское руководство. Нас туда никто не приглашал. И после этого был сигнал, дан министерству, чтобы они шли, проверяли. Проверяли не только нас, они проверяли весь ежовский природоохраняемый так называемый заповедник. И они смотрели улицу Лесную. И там было очень много замечаний. И по конюшням, так сказать, и по частному сектору, и по отсутствию ливневки. И в том числе они зашли к нам. Но вы не согласны заключению экологов. Мы остались, потому что мы расширили Гаренский парк. Единственное, кто расширили Гаренский парк и сделали зону отдыха для детей, это мы. Я почему сегодня пришел в эфир? Я просто увидел соседку, которая на нашем городском комплексе разместила платную стоянку. Но мы сейчас давайте вернемся все-таки к разногласиям. То есть вы не согласны с заключением экологов? Считаете, что это все было спланировано? Я согласен с заключением экологов. Те, которые сделали свое заключение именно в рамках своей компетентности и эти экологи выразили свое мнение в общественной палате. И оно и есть. Я хочу еще озвучить итоги голосования, которые мы сегодня проводили в группе ВКонтакте. Мы спрашивали Кировчан, нужен ли городу комплекс в таком виде, в каком он есть. И были разные варианты ответа. Но большинство считает, что комплекс нужен, но необходимо устранить все замечания. Это 85% так считают. Готовы ли вы устранить замечания? Мы с этим согласны, что мы каждый год вкладываем в комплекс инвестиций и каждый год рассматриваем привлечение инвестиций. И у нас даже есть фильм, мы приглашаем всех, любого, любого человека из Казани, из Красноярска, из Москвы. Если кто-то готов сегодня вкладывать в детский спорт, приходите. Мы вам дадим подъемник, мы вам дадим наши наработки. комплекс не является сверхприбыльным. В этом году мы в 4 раза потеряли количество детей, которые у нас занимались. Если в прошлом году у нас было 11,5 тысяч занимающихся, то из этого скандала, который внезапно в мае месяце произошел, на зимнем комплексе мы потеряли порядка трех тысяч детей, наших детей, которые занимались на этой горе и всем нравится. Причем, самое интересное, Катя, ведь сегодня оценку ставит родитель. Если родителю нравится, если вы мамой ведете, и вы говорите, что там ребенку нравится, и ребенок получает заряд бодрости и становится будущим чемпионом, то вот это, наверное, результат. Результат должен быть от мамы, а не от чиновника. Потому что эфир у нас, к сожалению, ограничен, это уже тема для другого большого разговора. Спасибо, что пришли, сегодня ответили на наши вопросы. Таким был этот понедельник, 4 февраля, глазами наших корреспондентов. Вот чем этот день запомнился кировчанам и как они провели выходные, давайте послушаем. Скажите, чем хорошим выходные запомнились? Снег скидывал. Я спала. Вы спались? Нет. Катание дорого. Да, на коньках. Я взяла в Казань. Вот, на конкурс. Выиграли конкурс. Что за конкурс был? А, мосты. Танцевальный конкурс. Гуляла просто. Где гуляли? В парке Победы. С внучкой на горке я каталась. Ну, ватрушки. Приезжали у нас друзья из Септавкара и из нескольких других городов. Мы погуляли, провели мастер-класс по танцам. Такси, с Наташей, с женой. Дома ветрянкой с дочкой болели. Все мы вместе приехали Кирос посмотреть. Вот смотрим, 20 градусов мороза. А у меня на этом все. Напомню, вы также можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о них по телефону редакции 38 48 88. В студии работала Екатерина Зубарева. До свидания. Одежда ведущей предоставлена магазином стильной женской одежды Сержинетти.